Доброго времени суток друзья, вы на канале Ашот Ньюс 2. Сегодня я вам расскажу о самой зависимой стране в мире. Одним из самых дотационных республик в СССР была советская Армения. Эта республика содержалась за счет всех республик Союза. Вообще с самого начала проект под названием Армянская республика была нерентабельной и содержалась только лишь по политическим соображениям России. Даже в этот период, когда Армения плыла как нож в масле, население этой страны было недовольно этим положением и не хотело смириться со статусом содержанки. После развала СССР, армяне находились в эйфории от ощущения свободы и начали притворять свои идеи в жизнь. Первым делом они начали активную фазу оккупирования территории соседнего Азербайджана. Присоединив де-факто Нагорный Карабах к Армении, армяне думали, что теперь-то заживут счастливо и зажиточно. Но не тут-то было. Своими действиями Армения затащила себя обратно в трясину российского болота. И теперь уже не в качестве содержанки, а в качестве постоянной куртизанки, которой можно пользоваться в любую минуту и в любом положении. Чтобы слушатели не обвинили меня в голословии, перейду к обоснованию своих слов. Итак, поехали. Армения называет себя суверенной и свободной республикой. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Небо свободной Армении защищает российская авиабаза, которая была сформирована в 1995 году, и является воздушной компонентой 102-й российской военной базы. База 3624 расположена в аэропорту Иребуни. Военно-воздушные силы Российской Федерации в Армении состоят из 18 истребителей МиГ-29, 426-й авиагруппы и 700-го воздушно-транспортного контрольного центра, системы локаторов. На вооружении, 7 современных вертолетов, боевые ударные Ми-24П и транспортные Ми-8МТ, фактически у Армении отсутствуют свои военно-воздушные силы. 102-я база в городе Гюмри, 102-я российская военная база, создана в соответствии с договором о правовом статусе вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанном 21 августа 1992 года, и договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. Нужно отметить, что 102-я база по своему боевому уровню, в несколько раз превышает боевой уровень вооруженных сил Армении в целом. База находится на полном содержании Армянской Республики и не платит ни одной копейки в казну Армении. Этот факт является нонсенсом в мировой практике. Мецеаморская атомно-электрическая станция Армянская АЭС – атомно-электрическая станция, построенная во времена СССР на территории Армянской ССР, вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВР-440. Содержится исключительно силами российских атомных специалистов. Курирует электростанцию российская компания «Росатом». Отметим, что устаревшая атомная станция наносит непоправимый вред окружающей среде и, конечно, населению города Мецамор, в котором раковые опухоли являются нормальным явлением среди населения. Несмотря на призывы европейских атомных организаций закрыть устаревшую станцию, правительство суверенной Армении не торопится с этим. Канакерский алюминиевый завод Канакерский завод из-за энергетического кризиса в Армении первой половины 1990-х годов, транспортной блокадой из-за оккупации азербайджанских территорий, как и многие другие предприятия Армении, был закрыт. Правительство Армении, рассмотрев различные варианты по возобновлению работы предприятия, приняло предложение российской стороны. В 2003 году после серии переговоров и поэтапного подписания ряда соглашений с правительством Армении, российский холдинг «Русал» стал единоличным собственником завода. Отметим, что этот завод относится к ряду стратегических объектов Армении. Вион Армения Крупнейшая телекоммуникационная компания Армении – Вион Билайн. Компания с 3 ноября 2006 года является дочерним предприятием российской корпорации Вымпелком, которая действует под брендом Билайн Вион Армения. Каждый драм, заплаченный гражданами Армении за минуту разговора, уходит прямиком в российскую казну. Южно-Кавказская железная дорога Южно-Кавказская железная дорога является 100% дочерней компанией открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между акционерным обществом «Российские железные дороги» и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче государственного закрытого акционерного общества «Армянская железная дорога» в управление акционерного общества «Южно-Кавказская железная дорога». Таким образом, еще один стратегический объект Армении находится под шапкой России. Это тоже является гордостью для свободной и независимой страны. Газпром Армения Российская газовая компания Газпром Армения обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения. Основными видами деятельности общества являются транспортировка, хранение, переработка, распределение и реализация природного газа, производство и реализация электроэнергии в том числе в третьей страны. В структуру общества входят 15 филиалов по газификации и газоснабжению, организованных по территориальному принципу. Газопровод Ирана-Армения тоже находится под патронажем Российской Федерации. Фактически Газпром покупает газ у Иранской Исламской Республики и продает его гражданам Армении, а деньги опять же текут в казно Российской Федерации. Такого манипулирования и оболванивания целой страны мир еще не видел. Образ независимой страны во всей красе Севано-Розданский каскад Севано-Розданский каскад гидроэлектростанций Этот комплекс гидроэлектростанций, размещенных на реке Роздан в Армении. Каскад состоит из 8 ГЭС, из них 6 на Роздане и 2 на Арташатском ирригационном канале. Все эти 8 гидроэлектростанций находятся под управлением российской компании Русгидро. Также эта компания владелица большинства гидроэлектростанций России. И вот, еще 8 стратегических объектов, под аплодисменты армян, уходят под управление России. Ну и конечно, пожалуй, самый позорный факт, который может вообще существовать в истории якобы суверенного государства. После этого факта, те, кто называют себя мужчинами в Армении, должны пересмотреть свои принципы. Дело в том, что государственную границу Республики Армения защищают не доблестные сыны Отечества, а солдаты совершенно чужой страны, у которой даже нет общей границы с Арменией. И это, конечно же, солдаты и офицеры России. Официально граница Армении охраняет Росграница, Федеральной службы безопасности России. Более того, они подчиняются Москве. Это говорит о том, что Москва в любой момент, может как закрыть, так и открыть границы Армении. А также задержать любого гражданина Армении без ведома правительства Армении. Как говорится без комментариев. Как мы видим в таком положении, ни о какой независимости речи идти не может. Россия контролирует Армению через все инструменты независимости. На самом деле, здесь нет ничего удивительного. Россия создала Армению на Южном Кавказе, поэтому она имеет монополию на управление этой страной. Что касается независимости, то это просто ширма для мирового сообщества. Хотя мир тоже не слеп, и давно уже прекрасно знает, что Армения это всего лишь российская военная база, на территории которой живут гражданские. Всем пока, и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.